Тамара Полевая на приеме у Юрия Полякова не впервые. Она настаивает, их дому требуется сменить управляющую компанию. Сейчас это подведомственная Минобороны организация. Но решить за жильцов общежития этот вопрос администрация не может. В этом году в феврале передали дом уже в муниципалитет. Но управляющая компания осталась та же. Мы опять собирали собрание. Ворум мы не собрали. Жители не хотят уходить из-под ГУЖФ. Их все устраивает. Есть 14 квартир? Комнат. Комнат. Ну соберите 100 человек, чего вы не соберете? 10-15 человек только собираете. 10-15. За 10 дней вешаем объявление и говорим. Соберитесь на собрание. Тамара Ивановна доложит вам о ситуации. Примите какое-то решение. Но если из 114 только 10 не нравится, мы что должны делать? Тем не менее, помощь администрация окажет. Направят в управляющую компанию требование создать комиссию для обследования дома. Газификация дома по улице Толстого, 111А – вопрос, который ежедневно Юрий Федорович поднимает на планерки с заместителями. Сегодня ему доложили – наложен сервитут на землю, где пройдет труба. Это еще один шаг вперед. Теперь люди просят направить специалистов технического надзора в квартиры для проверки газового оборудования. Вы слышите, вот я говорю, ключи есть, все есть. Они дадут возможность проверить стояки там все, чтобы потом мне не говорили, что ключей нет. Услышите, говорят? Есть. Не на все, но на то количество необходимое по проценту они наберут. Чтобы технодзора... Да, да, это срочно. Вадим Клевцов пришел с просьбой построить на улице Терешковой в субцехе тротуар. Проезжая часть очень узкая, машины еле разъезжаются. Пешеходам и вовсе нет места. Юрий Поляков дал поручение вынести этот вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения. Возможно, стоит сделать улицу односторонней. Тогда будет полоса для тротуара. Личный прием главы Анапы Юрия Полякова проходит в администрации каждый понедельник. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский. Анапа. Регион.